С Новостями культуры Репертуар театра растет и пополняется как классическими, так и современными постановками. За один год театр поставил на своей сцене восемь больших произведений. Среди них «Баркем Дуние» Шерхана Муртазе, «Кожжибек» Габита Мусрепова, «Козакурпеш» Баян Сулу и историческая драма «Абылай Ханан Армане». Часть из этих спектаклей уже успела оценить не только столичная публика, но и зрители других городов, в которых труппа либо гастролировала, либо принимала участие в фестивалях. В Республиканском фестивале театров в городе Ахтобе, посвященном 90-летию драматурга Тахауи Ахтанова, наш театр имени Калибека Конышбаева выиграл в номинации «Самый лучший актерский ансамбль». Наши актеры были признаны лучшими. На фестивале мы ставили драму Булата Узакова «Баркем Дуние». Театр старается ставить произведения современных классиков. Актеры и режиссеры постоянно находятся в творческом поиске. На сегодняшний день в коллективе театра работают около 60 актеров. Каждый из них индивидуален и имеет узнаваемый зрителями сценический почерк. В этом году некоторые из артистов получили государственные награды. Ирлан Малаев и Булат Ибраев удостоились звания заслуженной деятели Республики Казахстан. А также народный артист Гуджан Аспетова и режиссер нашего театра Булат Узаков получили государственную стипендию, которую ежегодно выделяет наш президент. К 15-летию столицы театр провел республиканский фестиваль «Театр Ланган Астана». К тому же надо отметить, что впервые в истории Каляки за один год состоялось 8 премьер. Это высокий показатель профессионализма актерской труппы и режиссеров театра. В этом 2014 году творческий коллектив Куанышбаевцев обещает порадовать своих зрителей не менее интересными постановками. Продолжим обзор самых ярких и значимых событий для мира казахстанской культуры и искусства, произошедших в прошлом году. В октябре в греческом городе Лутраке прошел фестиваль «Кино друзей». Его программа включала показ фильмов авторов из стран СНГ и ближнего зарубежья. Представил в Греции свою работу и молодой казахстанский режиссер Иван Беседин. Жень, займи мне денег, пожалуйста, очень надо. Чё, опять жрать нечего? Ну, типа того. Фильмы «Беседина» не отличаются дорогими трюками, костюмами и высоким бюджетом. Автор снимает их сам на свои средства. Но эти фильмы, берущие за душу, покоряющие своей искренностью. Это фильмы о нас, о наших проблемах, ненадуманных и неприукрашенных. В главной роли сыграла актриса Алматинского театра «Артишок» Вероника Насальская. Я пыталась как бы найти какую-то адекватность между тем, что на экране, и персонажем, и историей. Понимаете? То есть там важно было, поскольку история очень серьёзная и глубокая, там не во мне было дела. Там было дело в том, насколько точно или не точно я транслирую мысль режиссёра. Вот как-то так. Это не первая работа Ивана Беседина в плоскости короткого метра. И всё же, пока на полнометражный фильм режиссёр не замахивается. Я считаю, что я ещё срала для полного метра. Мне ещё очень много нужно работать и думать, чтобы снять, чтобы позже граждан. Это большая ответственность. Всё-таки отнять у людей полтора-два часа жизни их – это реально большая ответственность. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Культура». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.